Университет Хайдельберг. История старейшего вуза Германии. Чем гордится этот университет и как устроены его факультеты? На что нужно обратить внимание при поступлении? Привет, это Ключ и я Гера. В этом видео мы продолжим наше знакомство с известными на весь мир университетами Германии. Сегодня мы уделим внимание университету Хайдельберг, который, согласно Times Higher Education, занимает 44 место в мировом рейтинге. Этот университет был основан в 1386 году и является одним из старейших университетов Европы, где каждый пятый – иностранец. Филиалы этого вуза можно найти в Сантьяго, Чили, Нью-Йорке, Киото и Дели. За его долгую историю университет разрушался и возводился несколько раз. Облик сегодняшнего исторического корпуса в Старом Городе сохранился до наших дней с 1712 года. После Второй мировой войны университет расположился в трех различных частях города. В 2019-2020 году университет принял более 28 тысяч студентов, из них около 5 тысяч из-за рубежа. В ВУЗе активно работают и преподают более 8 тысяч человек, из них 532 профессора и около 6 тысяч научных сотрудников. Университет предлагает обучение по четырем фундаментальным направлениям, 12 факультетам и порядка 180 институтов и программ. Первое направление – естественные науки, математика и компьютерные технологии. Второе – гуманитарные науки и теология. Третье – экономика, право и социальные науки. Четвертое – медицинское направление. Как и в других университетах Германии, при медицинских факультетах находится университетская клиника. Официальная страница университета представлена на немецком и английском языках. Предлагаю продолжить знакомство с информацией на английском. Из главного меню по привычному для нас пути мы направляемся к разделу «Study». В первом подразделе «All subjects» нам предоставляется возможность путем трех различных фильтров и ключевых слов выбрать наиболее подходящую программу обучения. По каждому направлению мы видим подробное описание выбранного факультета и сопутствующих специализаций. В подразделе «Application and Enrollment» предоставлены возможные сценарии начала обучения в университете. Обратим внимание на подраздел «International Students – Prerequisites for Enrollment». Здесь предоставлены базовые предпосылки начала обучения в университете. В подпункте «Assessment of foreign qualifications» можно при помощи представленных ссылок сделать предварительную оценку приобретенного за рубежом диплома, а также проверку других свидетельств об образовании. Дополнительная информация приведена в описании. Перед нами открывается международный портал базы данных под названием «Анабин», при помощи которого можно довольно быстро выяснить, какие дипломы и аттестаты признаются Министерством образования Германии. К сожалению, информация и навигация на этой странице оформлены только на немецком языке. Портал по выяснению статуса дипломов настолько обширен, что изучение его возможностей может с легкостью заполнить отдельные видео. В рамках нашей темы, полагаю, будет уместным отметить, что информационный портал «Анабин» является одним из трех мест оценки и признания иностранных свидетельств об образовании. Для полноты картины перечислим их поименно. «Анеркеном канджотчленд» предоставляет информацию, необходимо ли подтверждать диплом. БКУ-портал сравнивает иностранные квалификации с аналогами на территории Германии. И знакомый нам «Анабин», позволяющий учащимся студентам и выпускникам вузов иностранных государств получить признание свидетельств об образовании на территории Германии. Вернемся в главное меню раздела «Study» – «Application and Enrollment». Изучив предпосылки начала обучения в этом университете, мы можем подать онлайн-заявку на поступление в вуз. Для этого откроем раздел «Application Status Query». Этот подраздел предоставляет возможность выбрать вступительный уровень и направление обучения. Затем можно перейти к заполнению онлайн-заявки. Предположим, что наш кандидат закончил школу, аттестат которой признан Министерством образования Германии. В этом случае мы открываем подпункт «First Academic Semester». Видим портал университета, который может стать личным порталом абитуриента, стремящегося обучаться в этом престижном вузе. Эта страница оформлена на немецком языке, где подробно объясняется, как пройти регистрацию и пользоваться порталом в процессе рассмотрения документов университетом. Из главного меню раздела «Study» откроем подраздел «International Studies». Здесь мы видим несколько направлений. Обратим внимание на некоторые из них. «Incoming – studying in Heidelberg». Нам предлагается поддержка в организации проживания, финансирования и получения учебных виз. Согласно справке, приведенной в описании, образование в этом университете для студентов, которые продолжают обучение в одном из иностранных вузов, является платным и составляет 1500 евро за семестр. Для желающих получить второе высшее образование, взнос составляет 650 евро за семестр обучения. Первое высшее образование в Германии остается бесплатным. В подразделе «Entry and Visa» мы сможем ознакомиться с действующими положениями по въезду в Германию. В зависимости от страны происхождения, справа мы видим ссылки на детали. Для того, чтобы получить учебную визу, необходимо заполнить форму абитуриента. Далее интересно познакомиться с разделами Learning Languages – изучение языка, Funding – финансирование и Living – проживание. Learning Languages состоит из четырех направлений. Требования по языку для иностранных студентов. Требования по языку по конкретным программам обучения. Подготовка при университете от базового до свободного владения языком, включая экзамен ДСХ. Четвертый подраздел «Centralis Sprach Labor» предлагает укрепить знания по ряду наиболее популярных иностранных языков. Funding – финансирование состоит из трех подразделов. BAföG – программа финансирования студентов в Германии. В данном случае речь идет о полном финансировании обучения, проживания и текущих расходов студента. Student Jobs – по закону студенты в Германии имеют право на работу вне зависимости от обучения до 20 часов в неделю. Здесь можно ознакомиться с дополнительной информацией по этому вопросу. Scholarship and Support Offers – способные студенты могут рассчитывать на финансовую поддержку как государства, так и отдельных компаний. В этом подразделе приводятся детали по теме. Living – предлагает набор ссылок, касающихся проживания студентов в Германии и на земле нахождения университета – Баденбюртенберг. Далее мы можем обратиться с конкретными вопросами к специалистам университета по поддержке иностранных студентов. В зависимости от темы вопроса, мы вправе выбрать один из шести отделов, к каждому из которых прикреплен конкретный сотрудник. Общение возможно как по телефону, так и по электронной почте. При необходимости вам предлагается принять участие в разъяснительной видеоконференции. Код доступа предоставляется специалистам, который обрабатывает ваш запрос. Рекомендую ознакомиться с разделом Advisory Services, где вам помогут получить ответы на вопросы «Какой факультет мне идеально подходит?» «Как мне организовать обучение?» и на что обратить внимание? Охватить весь объем доступной информации в рамках одного видео довольно сложно. После успешного обучения в одном из лучших университетов мира лидирующие компании будут бороться за то, чтобы ваша карьера началась именно у них. В следующем видео мы познакомимся с университетом Хумбольта в Берлине, который входит в число 100 лучших вузов планеты. Спасибо за ваше время. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok